Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это начало нашей карьеры за Пари Сен-Жерме. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, также у меня появился телеграм, личный телеграм-канал, так что обязательно переходите, подписывайтесь, пообщаемся там, вы задаете вопросы, я с радостью на них поотвечаю. Вы будете всегда в курсе всех событий по моим двум каналам, так что буду вас там ждать. Ну что же, давайте будем переходить, почитаем про клуб, нам надо вникнуться в эту историю, в историю нашей карьеры за Пари Сен-Жермен. Итак, основан в 1970 году, этот клуб был основан, ну это то же самое, в результате совместных усилий группы местных бизнесменов и руководства клуба State Сен-Жерменос. Становился чемпионом 9 раз и 14 раз выигрывал Кубок страны. Эйфелева башня на гербе, или на гербе, наверное, на гербе клуба Paris Saint-Germain появилась в 1972 году, а красный-синий цвет та эмблемы символизирует Париж. Свой первый европейский трофей парижане выиграли в 1996 году, им стал UEFA Cup Winners Cup. Как вы понимаете, ни одного Еврокубка такого, ну если я не ошибаюсь, у Paris Saint-Germain нету. Последнюю вообще Лигу Чемпионов французский клуб выиграл вроде в 90, если я не ошибаюсь, в втором году, и это был Марсель, и он выиграл тогда вроде либо первую Лигу Чемпионов, когда только вот эта реформа вся произошла, либо Кубок Европейских Чемпионов. Вот, поэтому как так, 160 миллионов у нас трансферный бюджет, 2 миллиарда 176 миллионов цена клуба, Парк де Пренс Арена, форма вы видите. Так, домашний успех высокий, Лига Чемпионов у нас тоже высокий, ну ожидания популярны с марки тоже, финансы вообще замечательно низкие, очень низкие, ну и развитие молодежи тоже низкие. Поэтому, как мы понимаем, Paris Saint-Germain, естественно, денежный мешок, так что вряд ли мы будем в этой карьере делать какой-то акцент на молодежи, на нашей академии, поэтому будем покупать только игроков мирового класса. Так, что у нас по настройкам? Легенда, 4 минуты, евро, турниры включены, давайте посмотрим нашу группу в Лиге Чемпионов. Манчестер-Сити, Лейпциг и Брюгель, то есть здесь нам попались вроде как, если я не ошибаюсь, то все, именно все 4 команды, это те, которые в реальности есть. Просто вот в группе H из-за того, что нету Зенита, добавили Сепский, вот здесь не добавили Шериф, вот поэтому как-то так, но у нас вроде как все замечательно, все лицензионные и все по правилам, как в реальном футболе. Так, трансферное окно первое включено, предложение о сборной включено, жесткость переговора свободна и финансовые вложения, ну, мне кажется, не надо нам никакой там миллиард сразу вкладывать, пусть нам и те 160 миллионов, мне кажется, должны хватить. Так, ну что же, вот она наша пресс-конференция. Вот такого я решил персонажа создать, более-менее, не знаю, как-то приближенного, все равно никогда точь-в-точь не получится, но вот как-то в этой FIFA, наверное, такого захотел себя подобного создать. 12,5 миллионов, вот этот American Challenge Cup, у него мы и поедем здесь, кстати, будем в группе играть против будущего нашего соперника по групповому этапу Лиги Чемпионов против Манчестер Сити. Так, давайте сразу управление прерываниями, только по электронной почте я бы хотел, да, вот именно важное сообщение. Тренировки я бы пропускал, ну, не вижу смысла, или все-таки стоит, я вот не знаю. Ладно, давайте тоже будем на тренировки как бы ходить, смотреть. Так, я бы хотел изменить тренировки, потому что они всегда там стандартно как-то так выставляют, я бы немножечко хотел изменить. Давайте посмотрим. Перед матчем у нас будет тренировка, перед матчем, но после матча у нас будет день отдыха, ну и все, а дальше у нас чисто вот тренировка, потому что именно после игры, мне кажется, надо отдыхать футболистам, а не тренироваться. А вот до как раз игры надо бы нам потренироваться. Да, все, мы сохраняем, поэтому как-то вот так. Давайте почитаем сообщение. Так, American Challenge Cup, Манчестер Сити, Мандридский Реал, Сан-Пауло, наши соперники по группе. Так, отчет молодежной академии, давайте посмотрим. Так, ну вот этот паренек я оставлю, остальных двоих уберу, потому что у них потенциал ниже 90. Я всегда, кто ниже 90, сразу убираю. У этого парня 94, поэтому вдруг что-то из этого парня да и получится. Так, наше видение и ожидание. Так, 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 в эти тоже задачи пробежимся. Три основные. Подписать не менее двух игроков моложе 20 лет с потенциалом выше, чем средний общий рейтинг игроков, играющих в данный момент на этой позиции. Ну, задача примерно ясна. Завершите сезон в прибыли 325 миллионов евро. И достигните количества побед в лиге 20. Вот это, кстати, поинтереснее. Ну, такого я раньше не видел. Я очень редко, там, буквально сутки поиграл в FIFA 21 перед выходом 22. Поэтому вот такого точно я задания не получал, когда там за карьерку. Так, ну вот это развитие молодежи. Популярность марки. Подпишите молодых игроков одного. Ну и количество побед 20. Финансы. Завершить сезон, но это не даже не так важно, как мы видим, очень низкий. Домашний успех, естественно, выиграет и чемпионат, и кубок. Ну и Лигу чемпионов от нас тоже ждут, что мы ее выиграем. Так что мы постараемся. Почти науволили, так сказать, из-за того, что вот он Месси там не пожал руку. Месси, точнее, с ним, да, из-за того, что он его заменил. Поэтому вот так заменили Почтина на тренерском мостике в Пари Сен-Жермен. Так, что у нас по скаутам. Я бы вот этого скаута бы сразу вот уволил, потому что все-таки в лучшем французском клубе должны работать только пятизвездочные скауты. Вот этого тоже двоих уволим. Так, у нас один пятизвездочный в Испании замечательно, другого мы отправляем в Испанию, то есть в два лучших европейских чемпионата. Так, а один еще, ну это понятно, не вернутся, сейчас тогда и отправим. То есть поработаем пока что в трех... Так, давайте пока с составом, да. Поработаем пока что в трех мы чемпионатах, именно скаутов будем отправлять. Это Англия, Испания и Франция. Так, что у нас по составу? Давайте, наверное, в центре составов по-быстренькому посмотрим. Так, Донорума, 89-й рейтинг, 22 года, все замечательно. Летейер, ему 30 лет. Я буду жесток, ну действительно, а зачем? Вот, Серджио Рико, я не знаю, давайте у нас на каждой позиции будет там по три игрока, два в команде, а третий будет где-нибудь там по арендам. Вот, чтобы, если что, на всякий случай мы его могли вызвать и все такое. Поэтому Серджио Рико мы сдаем в аренду, вот, ну и Навас вместе с Донорумой у нас два основных вратаря. Так, Мендеш в аренде у нас... А его выкупить-то как-нибудь там можно? Срезаться и купить. А, ну все, да. Вот это, кстати, замечательно, что можно покупать так. Так, ну вот, смотрим, у нас есть Бернат, основной левый защитник будет в команде. Мендеш второй по рейтингу, 78 все-таки, а поэтому я Кюрзавю сдал бы в аренду. Вот. Центральные защитники, я даже схему там немножечко не увидел. 4-3-3, я так понимаю, это один опорник. Это ЦОП именно в Верате или ЦП? Вот так, наверное, получше будет, нет? ЦП все равно. Так, изменим позицию, вот. Вот так вот лучше, мне кажется. Давайте с ЦОПником поиграем. Вот, поэтому, вот она наша схема. 4-3-3, два центральных полузащитника, один будет ЦОПник. Так, центральные защитники, смотрим. Маркиниес, понятно, Серджио Рамос, Ким Пембе, Диало. Так, кто у нас здесь? Керрер, получается, остался. Ну, его мы сдаем в аренду, у нас как бы 4 есть. Центральный защитник, а пятого мы сдаем в аренду. Так, по правым защитникам я смотрю Дагба, Хакими. Ну, вот этого парня, не знаю, давайте пока что в аренду. Если потом уже будем когда продавать и искать, кого мы сейчас будем покупать в первую очередь. Если что, мы его тогда на трансфер выставим и купим еще одного правозащитника. Дагба, тогда если что, в аренду сдадим. Так, у нас опорники Паредес, Данила Перейра, Гуе. Так, ну нам надо 2 опорника. Я даже не знаю, вот если сравнивать Перейру и... Нельзя, да, их как-нибудь сравнить? По статистике-то тоже еще ничего не понятно. Финансы, мне бы их даже рост там вот это вот, вот, нашел где-то посмотреть. Так, вот, по вот этим показателям. Защита у Перейры 80, физическая подготовка 86, поэтому мне кажется, я бы Паредеса сейчас дал в аренду. Вот, а Данила Перейра и Гуе будут у нас основными опорниками. Так, теперь 4-5 там центральных полузащитников у нас должно быть. Вейналдум, так, вот этого Мичута, я, пожалуй, сразу на трансе, ну, с таким рейтингом нет. Не в нашем уж точно чемпионском составе. Так, 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 вот, вот отсюда, да. Ну, получается, Папаниерера, Верати, Рафинья, нет, Рера тоже получается, и Вейналдум. Вот, Вейналдум, Рафинья, Верати, Рера. 4. А вот этих тогда парней давайте Дина Эбимбе мы зададим в аренду. Ну, а Хави Симмонса я бы не продавал, потому что, ну, это все-таки, ну, посмотрите, у него даже фейс есть, поэтому чисто из-за моих таких вот предвзятостей я его сдам в аренду. Вот, пусть пока играет в аренде, потому что у нас он вряд ли практику получит. Драксвера, я не знаю, я бы, наверное, бы продал, потому что у нас нету никакой позиции для Цапника. Вот, ну, ему 27, в принципе, можно вместо него продать Реру. Вот, и Драксвера в плане развития сразу ему выстоять, чтобы он переучивался для себя. Ну, он умеет играть на этой позиции, но все-таки, чтобы он был чистым центральным полузащитником. Да, вот, центральный полузащитник, все. Срок, кстати, смотрите, что-то здесь большой. 239 дней. Это практически год, что ли, он сейчас будет переучиваться на эту позицию. Ну, ладно, Реру, да, пока что, пока что, да, на трансфер возрастной все-таки игрок. Вот, ну и тем более дорогу молодым, если там кто-то травму получит и некого нам будет забирать, выпускать. Будем либо Дину Эбимбе, либо Хави Симмонса из аренды вызволять и получат свое время. Так, слева. Что у нас слева? У нас Неймар и почти как Гнабрин, только Харби. Вот, такой человечек. С правой Демария и Месси. Также Пабло Сарабия в аренде. В нападении Икарди, Мбаппе. Все. Так, ну я вижу сразу позицию проблемную. Что, парня, я выставлю на трансфер? Или нет? Нет, его мы в аренду, да. Обратите список, его в аренду мы добавим. Вот, потому что, а вдруг? И мы видим сразу, что нам нужен левый форвард, атакующий. Вместо Неймара, если что, на подмену для второго состава. Ну и правого защитника, наверное, тоже там посмотрели. Поэтому пока что в любом случае нужен нам левый форвард. Будем на него пока что и отталкиваться. Так, левый полузащитник, давайте посмотрим. Я не знаю, стоит ли вот либо усиление основы для левого полузащитника, либо мировой класс. Я не знаю, давайте все-таки мы Paris Saint-Germain. Вот, поэтому будем мировой класс сразу выставлять. Вот, 16-27, чтобы как минимум на 3 года мы могли подписать хорошего игрока, до 30 бы у нас играли. Я во всех практически карьерах, что это было в PES, что в FIFA. Даю дорогу только молодым, пытаюсь, кто там старше 30 лет, и уже видно, что и рейтинг низкий. И сразу же до свидания из команды. Поэтому пока что будем по одной позиции. Сначала левого полузащитника, вот не будем несколько сразу искать. Пусть они по одной работают, зато качественно. Так, теперь состав. Теперь состав, да, у нас. Состав мы познакомились, теперь уже и выставляем его на поле. Так, ну вот вместо Эреры у нас Вейналдум, Верати. Получается, вот такой вот у нас будет стартовый состав на этот сезон. На данный момент, так сказать. Так, по схемам все понятно. Тактика. Давайте сбалансированный. Не знаю даже. Пусть сбалансированный будет. И вот так вот. И поширенее, и по глубине 70-70 поставим. Розыгрыш мяча сбалансированный тоже. Так, ну здесь бы одного. Вот так вот двух. Двух за штрафной оставим. На угловых также и на штрафных. Так, амплуа. Капитан, капитан, капитан. Ну, Маркинец уже с капитанской повязкой. Я бы не стал бы действительно забирать у него. И там отдавать именитому Рамосу. Что по штрафным? Естественно, Леонель Месси и штрафной справа. Хотя тут, давайте слева будет право ноги бить. А лучше всех никто тут справа не бьет, кроме Неймара. Поэтому Неймару мы доверим правой. Так, ну и дальний. У него и сила, наверное, да. Сила побольше у Месси именно. На штрафных. Так, пенальти 93 у Неймара и 75 у Месси. Поэтому, да, Неймар. Хотя тут Рамос есть еще 92. Но нет, все-таки Неймар. Все-таки Неймар будет у нас пробивать. Это в тех случаях, я не знаю, если там в руку мяч попадет или что-то такое. Если кого-то собьют, сразу же мы будем, давайте, пробить пенальти тому, кто и заработал. Так, левый угловой правая нога. А правый угловой левая будет подавать. Я не знаю, вот так вот. Я всегда так делаю. Вот. Так, ну и задачи. Сейчас быстренько повыставляем. Так, ну все. Всем задачи я расставил. Это именно в основном составе. Теперь переходим делать второй. И оттуда уже, ну, все это сохранится. Поэтому лучше это сразу было сделать в одном составе, чтобы потом не переносить в двух. Поэтому вот. Так, ну второй состав. Кейлар Навас, понятно. Мендыш. Двойка центральных защитников. Это Ким Пимбей и Диалло. Справа будет Дагба у нас. Так, опорник. Данила Перерры мы решили. Ну и полузащита. Это Рафинья и Дракслер. Да, пока что он будет, естественно, с восклицательным знаком, но надеюсь, мы его переучим. Так, Икарди и Димария. Все. Ну, то есть, получается, из одного состава у нас только вот Неймар. Так, тактика все такая же и осталась. Есть только здесь, наверное, капитанскую повязку. Я даже не знаю, лучше Ким Пимбей или Димария или Навасу. Давайте Навасу отдам. Ну и здесь пока что все, мне кажется, будет исполнять Неймар. Поэтому так же и оставим, пока не купим ему замену. Так, ну что же, два состава у нас подготовлено. С кем у нас первая игра? Спасибо, да. С кем у нас первая игра? С Манчестер. О, с Мадридским Реалом, я уже думал, с Манчестер Сити. Поэтому готовиться будет у меня, естественно, первый состав. Так, переходим на тренировку. Да, да, да. Так, ну и все, здесь у меня только первый состав. Я не знаю, стоит ли нам начинать задание. А вот здесь при расчете оно тогда будет. Давайте мы один раз сделаем, а потом вроде там как оно сохранится, если на А мы выполним. И тогда будем потом просто симулировать. Так, ну что же, выполнили мы задание. В обороне, естественно, плоховато на С. Но если что, мы потом именно это персональное задание перепройдем, а вот эти вот на А. Не вижу смысла потом перепроходить, если и так все мы делали на отлично. Так, 8 сообщений от игроков. Я рад, что вы решили мне продать. Так, замечательно. Наши мнения совпадают. Наши мнения совпадают. С Лотель РМ. Вратарем РР тоже. До свидания. Так. Про аренду тоже наши мнения совпадают. Керр. Наши тоже мнения совпадают. Рико тоже. Кюрзова тоже. Маркинис. Здравствуйте, тренер. От лица команды хочу поприветствовать вас в клубе Парис Сен-Жермен. Ну и приятно познакомиться. Будет здорово поработать с вами. Маркус. Передайте всем игрокам команды. Он Маркус. Вот это я не знал. Так, а вот и предложение по Андере Эрери. Первое. Я сразу буду вам рассказывать, как я буду продавать игроков. Я не хочу продавать их в клубы для себя соперников. То есть это во французские клубы, раз мы играем за ПСЖ. Вот здесь, например, Вильериал. Тем более для Эрери это замечательно. Вернется в чемпионат Испании. Рыночная у него стоимость 14,5 миллионов. Нам предлагают 16,100. Поэтому я сразу даже просто принимаю предложение. Потому что это выше рыночной стоимости. Замечательно. Не вижу смысла тут за какие-то копейки, миллионы бороться. Так, очередная у нас тренировка. Так, а здесь уже это другое. Кстати, поэтому тоже будем проходить вот эту тренировку. Я надеюсь, там будут все-таки задания когда-то повторяться. И у нас уже будут по предыдущим. Ну что же, в этот раз похуже сделали тренировки. Ни одной четверки. Вроде как С это 3. Д это 2. А, а Ф это типа колл. Поэтому, ну, плоховато будем, что если такие уже будут тренировки, будем переделывать. Но так у нас пока что действительно тренируется только первый состав. Потому что перед игрой с Мадридским Реалом играть мы будем только против них первым составом. Естественно, второй я не буду выпускать. Вот. Поэтому как-то... Вот так тавит. Кстати, да. Чуть не забыл. Надо нам, надо, надо, надо нам сделать скамейку запасных. У каждого состава. Вот. Во-первых, это Навас. Ну, вратарь. Левый защитник. Кстати, Мэндышу, я не знаю, можно ли развитие ему менять, если он в аренде находится. Надо посмотреть. Так. Слева так. Нам нужен теперь правый защитник. Это Дагба. Так. Берем Дракслера. Получается. Икарди, Демарию. Но надо еще кого-нибудь давайте, я не знаю, на того же Переру возьмем. Потому что у нас Неймар на два состава пока что разрывается. Так. Ну и сразу во втором тоже сделаем. Чтобы потом к этой теме не возвращаться. Это Донарума. Это Бернат. Это Хакимий. Верати. Вместо Рамоса мы берем, получается, Неймара. А Неймар у нас и так в стартом составе. Поэтому, значит, берем опорника какого-нибудь. Того же Гюе, который у нас в первом составе. Так. Ну что же. Вот он наш стартовый состав. Переходим к первой для нас дебютной игре. Хоть и неофициальной, но все же против Мадридского Реала. Так. У них также написано вероятная схема. Растанов. Ну, я так понимаю, это игроки. Куртуа, Марсело, Фернандес, Сатаначо, Милитао, Карвахаль, Казимиро, Кросс, Сибалес, Азарбен, Змара, Дриго, Носис, Рамос. Встретиться против своей бывшей команды. Ну что же, поехали. Итак, мы на стадионе Лос-Анджелес Галакси. Вот. Парисен Джермен против Мадридского Реала. Дигнити Хеллф Спортспарк. Вот так вот. А может даже это не стадион, я не знаю. Вроде как он должен. Да, вон. Лейк Галакси написано. Играю на Легенде. Я знаю, что здесь в ФИФЕ-21 и ФИФЕ-22 очень трудно играть против Легенды. На Мировом более-менее я поиграл, почувствовал, что это мой уровень. Но все-таки трудности хоть где-то нам должны доставлять. Все-таки у нас и вот такой состав мощный. Давайте поиграем на Легенде. Так. Реал. В атаке здесь Марсело неплохо нас пробросил. Я не знаю, там подавать будет. Но здесь Хакими отлично отработал на своей позиции. И сразу же, ой, какой неточный пас на Месси. Там Месси один буквально был уже. Ой-ой-ой-ой. Ну здесь спокойно. Момент за нами. Все доработали. И вот она хорошая передача на Леонеля Месси. Месси. Так. Ну а здесь уже Марсело. Когда один играл в Барселоне, другой в Мадридском Реале. Вот эти вот противостояния на этом фланге были. Поэтому посмотрим, что будет в сегодняшнем матче. Виналдум на Месси. Под Месси пока что. Но вот вообще никто не открывается. Будем за него, значит, и пока проходить. Вот Верати. Так. Ну а там офсайт даже был. У Мбаппе. Но все равно как-то попытался передачу отдать. И Бензема. Ой-ой-ой-ой. Какой гол в девятку. 22 минута. Причем первый же удар по воротам от Мадридского Реала. Кстати, Бенземата с капитанской повязкой. Не знаю. В реальности тоже он там с капитанской выходит. Ну посмотрите. А как мощно. Ну. Вот так вот пропускаем быстрый гол. Теперь надо будет стараться нам отыграть. Все-таки мы лучше сейчас атакующая такая вот команда в мире. Так. Спалкоин, как Серхио Рамоса. Замечательно против Тони Кросса. Против бывшего своего одноклубника. От оборонялся Вейналдум на Кельяна Мбапе. Мбапе с мячом. Супер. Вейналдум. Верати. На Неймара. Но это тут уже и перехват от Эдера Мелитава. Так. Мбапе с мячом. Неплохо. И на Месси. Можно сразу задавать. Тут на фланг. Так. Месси. 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 Пытался. Пытался, конечно, он сейчас передачу отдать. А вот, кстати, и пенальти. Про что я и говорил. Если будет пенальти. Вот здесь вот, я не знаю, посмотрим сейчас на этот момент. В руку там, может, мяч попал. Вроде как да. Да, да, да. Начи Фернандес. Аккуратненько здесь на руку себе принял. Но, естественно, будет пробивать это пенальти Неймар. Потому что это такой внештатный момент. Ни на ком не фалили. Игра в руку, как я и говорил перед началом этого видеоролика. Так. Ну, я не знаю. Здесь Тиба Куртуа. Давайте с подкруточки в правую девятку попробуем дать. Отлично. 1-1. Куртуа немножечко так дернулся в другой угол. Ну, а мы все-таки забиваем и сравниваем. Неймар с пенальти. 1-1. 38-я минута. Ну, ребята, действительно молодцы. Вот как все-таки долго за Неймара будут исполнять нам пенальти по ходу сезона. Но все-таки он у нас лучший пенальтист. И вот так вот аккуратненько. Практически в тот же угол, что и Бенземаном завел с игры. Забивает Неймар. И вот футболка из-под пиджака в текстуры пролазит. Ну, главное, что получилось у нас забить. Теперь надо постараться забить с игры. Гуе сразу как на Неймара. Обрезает практически четверть поля. Заброс. Пошел. Ох, как на Неймара-то прошел. Неймар! Нет. Тибу Куртуа мяч этот отбивает. Ну, не отбил, а просто подставился под этот удар. И мяч после этого момента уходит на угловой. И какой сейчас был шикарный момент у Виналдума. Ну, не получилось даже в створ попасть. Но пока что мы уходим на перерыв. Со счетом 1-1. Неймар два удара. Один гол. Ну, пока что неплохо. Так, ну, пока что без замен. Я знаю, что на предсезонном турнире можно проводить там вроде 7 замен. То есть всю скамейку можно выпустить. Пока что не хочу. Потому что и Реал пока что никого сильно меняет. И никого таких игроков не выпускал именно в стартом составе из ротационного у них. То есть молодежь у них нет. Здесь прям как будто стартовый состав у них. Поэтому мы тоже поиграем таким. Так, ну здесь Рамос практически доборолся. Сибалиос. Элегантно. Пошла, пошла это. Вот посмотрите, как сейчас все в одно касание. Это у Реала прошло. Слава богу, в перекладину мяч у нас попал. Месси. Месси с мячом. Никто не встречает. И можно двигаться по центру. Мбаппе. Мбаппе на Верати. И Верати выводит вперед Парис Энджермен. Вот забили с игры. Отлично. 55-я минута. 2-1. И голевую передачу оформил Мбаппе. Мбаппе. Неплохо так. В сквозную передачу мы отдали. И все. Счет у нас 2-1. Зона провалилась у мадридского Реала. Никто Верати не встречает. И Казимира как-то перестал даже идти. Верати дают дальше идти. Но Верати пробил. Типа Куртуа. Мяч этот отбивает. Верати у нас, кстати, это и подустал. Я бы его, может быть... Сколько там сейчас время? У нас 62-я. Давайте на 70-й. А вот пошли замены Модрича. Выпускают. Значит, это не самый лучший состав. Давайте я тогда тоже сделаю замену. Как раз вот Верати заменю. Раз мне его и предложили. Вот Драктер как раз выйдет на новую для себя позицию. Все. Супер. Минимальная, волевая, причем победа ПСЖ. В сегодняшнем матче. Супер. Так. Обыграли мы Мадридский Реал. В Верати два удара, один гол. Все. Но мы его заменили. У нас, да, одна замена как раз только и получилась. Вот. Не видел смысла прям какие-то разные замены делать. Поэтому вот. Действительно, волевая победа. Ребята молодцы. И против серьезного соперника в группе. Остался только там Манчестер Сити. Мы справились. Минимально. С натяжкой такой. Где-то повезло, наверное. Сейчас давайте вот этот момент посмотрим. Из Джи. Все-таки теперь мы за команду. Мы наиграли на три мяча. Как нам показывают. Реал на полтора. Ну, будем округлять. Ладно, на два. То есть, в любом случае, минимальная победа для нас. Это закономерно. По статистике даже. Поэтому, ребята, молодцы. Лучшим игроком стал. Я не знаю, почему-то здесь написано Мбапе. Вряд ли Мбапе. Так, лучшим. Как теперь вообще понимают. Здесь написан Неймар 7.9. Здесь они сейчас еще и пролагивать вот так вот будет. Неймар гол. Мбапе голевую отдал на Верате и все. Может здесь кто-то больше в Реале набрал. Ну, там Бензема 8.1. Оценку получил. Поэтому я не знаю, где нам это смотреть. Не суть. Так, ну и сейчас у нас тренировка. Переключаемся мы на второй состав. Давайте уже по трансферам посмотрим. Время-то там прошло. Вот. Есть интересные варианты. Из испанского чемпиона. Да, у нас, кстати, только испанский-то и есть. Потому что мы этих ребят-то и не уволили. Так, вот этих уволить. До свидания. И вот этого тоже надо было нам уволить. Все. Увольняем. Испания. Вот этому тогда швейцарцу. Мы даем чемпионат Англии. Вот. А австрийцу отдадим тогда чемпионат Франции. Поэтому вот. Ну, пока что по Испании тоже посмотрим. Есть интересные вот варианты. 24-летний Ояр Забаль. Он и получше, мне кажется, чем даже Томас Лемар. 85-й рейтинг. Караско постарше. А Кампас тоже. Ну, вот пока что Ояр Забаль. Оставим его здесь. 24 года. 85-й рейтинг. Мне кажется, неплохой был бы вариант. Так, скаут в пути. Все замечательно. Пусть они нам ищут левого нападающего. Потому что вряд ли у меня... Так. Вы внесли. Да, поменять. Действительно поменять, конечно. У меня второй состав сейчас должен тренироваться. Так. Снова новые у нас тренировки. Поэтому будем начинать. Так, ну что же, здесь все замечательно. Три тренировки на пятерочку мы выполнили. Так, помощник нам говорит, не забывайте использовать запасных. Ну, это понятно. Так, ну сейчас Сан-Паулу мы играем. Я, кстати, не знаю, а кто там в принципе-то может у нас сыграть вместо Неймара. Потому что мне в любом случае надо будет Неймара-то менять. Димария, в принципе. Месси не сильно так уж тут силен. Есть, конечно, Гхарби вот этот. Я не знаю, может быть, его-то и надо было. Ну, ладно уже. Все-таки какой там Гхарби против Сан-Паулу. Ну все. Вот таким составом мы выходим. Поехали. Итак, шикарный стадион. BC Place. Играем против Сан-Паулу. Ну что же. Вот этот уже соперник полегче. Ну и мы дадим сейчас шанс второму составу. Так, ну здесь вертит и крутит нами игрок Сан-Паула Ким Пембо. Пытается вроде как-то не пропустить его. А вот это ну да. Ух ты-то да. Николас Филхей. Вроде так его зовут. На седьмой минуте уже открывает счет. Ну здесь шикарная, во-первых, атака прошла. Буквально на пусты. Я там уже хотел за Навас это выходить. Ну вот. 1-0. Снова ПСЖ пропускает первыми. Так же это было и с Мадридским Реалом. Ну и 2-0. Вы посмотрите, что творит Сан-Паулу. Я здесь уже просто на какой-то молчанке сидел. Ну просто разобрались филигранно. Ну вот это вот немножечко обидно. Вроде как и Неймар в составе. Есть и Ди Мария. И Карди тот же. Но почему-то не получается у нас ничего показать в атаке. Пока что Неймария впервые вошел в штрафную. Рафинья должен был, конечно, получше, наверное, справиться с мячом. И Карди. Неплохо. Ну-ну-ну. Забегание Драксера. И отлично. Юлиан Драксер. Так, а я не знаю, здесь за мячом-то можно будет добежать раньше. Ну в прошлых фе какой-то скрипт был, что они не подбирают мяч. Здесь как бы тоже. Поэтому ну ладно. Хотя бы получилось снова нам забить. Ну здесь неплохо. Поэтому если мы здесь выиграем Сан-Паулу, то это точно будет камбэк. Вот надо забивать нам еще два мяча, чтобы выигрывать. Ну я надеюсь у нас получится. Куча голов на предсезонном турнире. Главное, чтобы вот такие голы мы не пропускали по ходу сезона. Так, ну отлично. Мендеш. И снова, и снова вот это вот, вы посмотрите. Снова я пытался сейчас выйти за Наваса на мяч. И соперник снова отдает там практически на пустого игрока одного. Ну и тот забивает. И Неймар отлично. 3-2. Снова здесь на молчаночке на такой просидел. Неймар тоже вот не забирает мяч. 36-я минута. Неймар забил первый гол за пассажир в этом сезоне с игры. Вот и второй уже на этом турнире. Мы уходим на перерыв, минимально проигрывая после первого тайма. Со счетом 3-2. Ну главное, что минимально. Шансы и время все-таки на исправление ситуации еще есть. Так, ну сейчас Сан-Пауло в атаке, конечно. У меня какие-то вот именно, когда я пытаюсь отобрать мяч, вот, идут какие-то задержки вот эти вот. И мы реально пропускаем после вот этих вот задержек. Это с кик-оффа прям. С развода мяча я не понимаю. Ну как-то очень странно это все сейчас произошло. Именно когда я пытался отбирать мяч, идти в контакт с игроком, почему-то начинались какие-то вот действительно лаги, как будто, ну, задержка при онлайне. Но здесь никакого онлайна нет. Мы играем в оффлайне. Рафиния на Данила Перейру. И Карди. Дракслер на одного Неймара. Вообще супер. И не забивает, но забивает все-таки Дракслер. Отлично здесь мы отыграли. Какой-то хоккейный гол получился. Штангу и тут клюшку просто Дракслер свою подставил. Забивает Дракслер дубль сегодня. И снова ПСЖ уменьшает преимущество Сан-Пауло на поле. Счет у нас 4-3. И сейчас на поле вместо Неймара выйдет Кильян Бапе. И пенальти. Серьезно, опять. Вот второй уже пенальти против ПСЖ. Я не знаю, сейчас в руку попал он. Но там Демария боролся. Сейчас давайте глянем. Что случилось? Я надеюсь, что в руку. Да, в руку мяч попал. Поэтому сейчас будет бить лучший пенальти. Потому что... Так, а кто у нас лучший? Так, ну по пенкам, я как понимаю, на поле. Да, Икарди у него 82. Так что давайте посмотрим, получится ли у ПСЖ впервые за матч сравнять счет. В матче. Отлично. Мауро Икарди забивает на 73-й минуте. Делает счет 4-4. Ну просто выдающийся сейчас матч у ПСЖ. 8 мячей наколотили команды в сегодняшнем матче. И это еще, мне кажется, не конец. Икарди с мячом. Никто пока что и не трогает. И не пытается отобрать у аргентинца мяч. Но он все равно дает передачу. Драксер нам Бапе. Мбапе забивает и выводит вперед. ПСЖ 5-4. ПСЖ впервые за матч вышел вперед. И вот, совершил по ходу матч вот такие вот камбэки. Конечно, не было ни разу вроде там минимального преимущества. Вот только при счете 4-3 в пользу Сан-Паулу. Вот это было единственное минимальное атаку все время. 2-0. Потом, да, вот 2-1 было. 3-1, 3-2. Опять же, 4. И вот так вот все как качели, говорю. Ну вот, выход Мбапе не на своей родной позиции. Слева вместо Неймара я его решил выпустить во втором тайме. И он забил. Шикарно. Ну а на этом все. Минимальная снова победа Paris Saint-Germain на групповом этапе Americans Challenge Cup. Мы выигрываем. Ну, сейчас посмотрим по XG. Что все-таки в этом матче случилось не так. Так, вот про что я и говорю. Всего лишь 3 каких-то мяча ожидаемых у Сан-Паулу. То есть, я не понимаю, откуда они 4 там наколотили. Но как-то плохо у нас действительно и оборона сыграла. Вот. Но у нас 5,5. То есть, мы все свои заслуженные мячи забили. Так, скаут нам говорит, нашел всех в регионе Испании. Это именно про левого нашего форварда. Ну все. Значит, это Ояр Забаль. Представитель из Испании. Сейчас будем ждать. Что же нам скажут скауты из Франции и Англии. Работа со сборными. Это понятно. Ну, я думал, там вакансии какие-то интересные нам сразу скажут. Но нет. Так, у нас тренировка. Так, да, меняем игроков. Так, так, так. Так, так, так. Как мы видим, дриблинг в лабиринте мы это выполняли. Поэтому, значит, выполним только первые две тренировки перед матчем с Манчестер-Сити. Так, ну что же, выполнили слабенько, конечно, но все же. Так, ну и здесь, да, получаем результат А. Так как это наша лучшая оценка. И заканчиваем тренировку. Ну, а сейчас тут еще, да, очередная, следующая же. Так, ну а здесь все для нас тренировки новые. Ну что же, здесь, мне кажется, вообще неплохо сделали. Четверочка и две пятерки. Ну и игра у нас против Манчестер-Сити. А мы продали Эреру за 16 миллионов 100 тысяч евро в Вильяреал. Ну и 14 миллионов нам придут в трансферный бюджет. А что у нас сейчас там в принципе? Пуадо перешел из Эспаньола в Валенсию за 33 миллиона 300 тысяч. Лайнер из Баруси Мюнхенгладбаха в Дортмундскую. И Тарковский за 23 с половиной миллиона перешел в Монако. Ну вот они главные пока что сделки к 12 июлю. Так, ну здесь у нас очень уставшие игроки. На Ямар и Мбапе понятно почему. Вот я не знаю, может мне все-таки выпустить. Я сейчас не знаю, что там по Икарде. Ну вот Икарде, естественно, буду выпускать. Ну и здесь Демарию. Вот, потому что иначе они могут получить травму. Мне это ни в коем случае не надо. Два моих ключевых игрока. Поэтому Демарию слева и Икарде в нападении против Манчестер Сити. В третьем туре группового этапа уже игра в принципе ничего не решает. Мы уже точно, наверное, в плей-офф. Но все-таки наш будущий соперник по групповому этапу Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, снова мы на этом стадионе. BC Place Stadium. Здесь мы обыграли Сан-Паулу с минимальным, правда, счетом 5-4. Но посмотрим. Против Реала мы тоже сыграли. Также минимально их обыграли. Но вот посмотрим. Снова серьезный для нас соперник. Манчестер Сити. Битва шейхов, как говорится. Посмотрим, кто выйдет из этой битвы победителем. Ну и очень хороший заброс на Риадо Мореза. Дебрюйне проходит Серхио Рамоса и 1-0. И снова ПСЖ пропускает первыми. Вот это, наверное, у нас такая аномалия. Не дай бог это будет такое же в официальном матче, в официальном старте сезона. Но вот как-то так. Хороший заброс на Мореза. Провалился вот здесь вот Рамос. Затупил я немножко и Донарума плоховато, но сыграл на выходе. Дебрюйне. Так, ну а здесь Жезус. Здесь Жезус. И это 2-0. Снова два мяча подряд, как и против Сан-Паула на этом же стадионе. Провалилась. Теперь у меня основная уже оборона. И Маркини в первой атаке Рамос там накосячил. Здесь Маркинис как-то недопонял друг друга. С Рамосом, наверное. Но мы пропускаем серьезно два матча подряд по 2-0. Месси с мячом. Месси. И Месси забивает свой дебютный гол за Парис Сан-Жермен. На 29-й минуте Месси забивает, уменьшает преимущество над Манчестер-Сити. И вот оно его празднование. Отлично. 2-1. Снова у нас пошла такая игра, как против Сан-Паула. Но здесь Месси вообще никто не держал. Осталось только пройти, пробить. Но Эдерсон, кстати, задел в любом случае мяч. Поэтому там немножко от его касания тоже мяч, но залетел. Ох, как Донарума-то сейчас сыграл против Мореза. Ну, неплохо. Верати. Ой-ой-ой. И не забивает. Ну, снова Верати. Уже третий момент у итальянца. В матче он не забивает. Здесь уже в дальнем, мне кажется, можно было бить. Я решил в ближний. Не получилось. И все-таки 3-1. Вышел, я не знаю, это Деллоп. Какой-то молодой, наверное, игрок. Манчестер-Сити, правда, про него ничего не знаю. Не видел, не слышал. Но замены все-таки я, наверное, сейчас буду делать. Морез. Разорвал просто правый фланг сейчас с обороны. И Маркиниос. Из пустых уже просто ворот. Ну и здесь Донарума. Вот почему он в матче-то так не играл, как сейчас. И все, заканчивается матч. А преимущественно, ну вот, проиграли Манчестер-Сити. Один гол хотя бы смогли забить. Но все равно. Как против Сан-Паула не получилось уже, естественно, отыграться. Давайте посмотрим вообще на наши моменты по XG. Мы наиграли на 4 мяча. Ладно, что на 5 наиграл Манчестер-Сити. Но мы на 4 наиграли он. 3-8. Нереализованные моменты Веральти. Очень обидно, конечно, за это. Реал сыграл в ничью Сан-Паула. По-моему, в любом случае, там вроде с первого места, но должны выходить в плей-офф. Давайте сейчас посмотрим. Так, ну мы играем еще и против Манчестер-Юнайт. Это вообще замечательно. Это два матча подряд мы сейчас будем. Так, да. Мы заняли первое место в группе. 8 забитых, 8 пропущено. Супер у нас статистика. Ну и все. А дальше либо снова Манчестер-Сити в финале, либо Нью-Йорк-Сити. Вот. Ну, снова играем против Манчестерского клуба. Нам добавили сколько? 3 миллиона 100 тысяч за выход в плей-офф с первого места. Так, ну и у нас тренировка. Ну, будет, естественно, тренироваться у меня первый состав. Ну, что он и будет играть против Манчестера и Юнайтеда. Что у нас по тренировочкам? Я не знаю, можно как-то одно только рассчитать. Выбор. А, вот, да. Рассчитать задание. Надо было не рассчитывать это задание. Надо было его переиграть, да. Потому что на С все-таки здесь. Ну и все, значит, эти будем сейчас самолично проходить. Ну что же, одно задание на А. Остальные на троечку все-таки получилось выполнить. Ну и вот сейчас. Так, неудачи, кстати, в регионе Франция нам написали. Серьезно, никого нету мирового класса. У нас в чемпионате левого нападающего. Вот. А, кстати, нашли в Англии. Давайте посмотрим. Так. 24 года. Я разобалю. Вот есть Стерлинг, конечно. 26-88. Мне кажется, его мы и приобретем. Барнс уж точно не 88-го рейтинга. Жота тоже. Поэтому. Не знаю. Наверное, все-таки давайте Стерлинга. Вот. Потому что нам против Манчестер Сити. Но придется играть в Лиге Чемпионов на групповой стадии. Поэтому я бы Стерлинг их сейчас сразу бы и подписал. Так, ну вот. Новые вот такие вот заставочки. Ну, помещения вроде те же. Остались просто немножко кадры. Поменяли. Вот. Хасеб Гвардиола приехал в Париж на эту встречу с нами. Давайте поболтаем. Так. Ну что же. 107 у него рыночная цена. 107,5. Я не знаю. Давайте 110 попробуем предложить. Мы готовы предложить вам 110 миллионов евро за игрока Рахим Стерлинг. Вы слишком мало предлагаете. Рахим Стерлинг стоит 170. Ого. 170. Так. Мы 110 сказали, а не 170. Давайте 130 попробуем хотя бы. Подаем предложение. Мы не готовы столько предложить. Давайте договоримся на 130 миллионах евро. По нашему мнению, Стерлинг стоит дороже. Мы не готовы идти на дальнейшее уменьшение стоимости игрока. А я не готов платить 170 миллионов. Давайте 150 хотя бы. У меня в принципе-то есть деньги, но только что Стерлинга одного в трансферное окно мне покупать. Давайте найдем компромиссное решение. Мы готовы заплатить 150 миллионов евро за Стерлинга. Мы считаем ваше предложение хорошим, однако Стерлинг стоит дороже. Мы будем рады договориться с вами за 160. А я сколько 150 предлагаю? Давайте ни вам, ни нам. Как говорится, ни вашим, ни нашим. 155 и по рукам. Это разумное предложение. Все замечательно. С Гвардиолой мы договорились. Вот. За 155 миллионов мы сейчас подпишем Рахима Стерлинга. На замену, так сказать, Неймару будет Стерлинг у нас в втором составе. Но кафешка та же самая. Вот. Снова эти же. Только сцены действительно другие. Именно движение персонажей. Вот это все. Разный ракурс. Так, ну что ж, давайте договариваться. Ключевой. Нет, давайте важный. Но не ключевой. У нас ключевой Неймар. Нет, они хотят ключевой. Ладно, ключевой это ключевой. Так, 4 года. Да, 4 года. Как раз ему будет 30. Мы потом его и продадим. Без отступных. Супер. Естественно, договорились. Так. По зарплате. Они готовы пойти на серьезное уменьшение зарплаты. С 290 на 109 до 190 тысяч. На 100 тысяч буквально. Но вот. Из-за того, что бонус мы не собираемся им предлагать. За 200 тысяч евро в неделю. И подписной бонус 1 800 000. Все. На 4 года Рахим Стерлинг присоединяется к Парис Сен-Жермен. Все. То есть он уже готов к матчу. Так. А что у нас? Да. Мы сейчас уже в принципе готовы играть. Вот. А у нас там Неймар-то кстати отдохнул. Потому что он не играл. Вот. Третий тур против Манчестер-Сити. Так. Стерлинга теперь оставлю в этот состав. Так. Продолжить редактирование. И вот здесь мы тогда вместо Гуе берем Неймара на скамейку запасных. Так. Решили вопрос по поводу левого защитника. Давайте дальше посмотрим. Что у нас во-первых по возрасту наверное я бы... Хотя нет. Какой нам возраст? Нам надо сначала с низкорейтинговыми решить. Так. Этот парень в аренде. Да. Вот. Вижу уже. Так. Харби. Его мы в аренду естественно сейчас отдаем. Вот. Фадига. Тоже мы его в аренду. Вот этих тоже вроде. Так. Вот Дагба теперь у нас. Дагба. 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 Ну что же. Его как я и говорил. Пока что мы не будем трогать. Но мне нужен правозащитник. А на какие деньги я должен покупать правозащитника. Если у меня осталось буквально там 20 миллионов. Странная конечно ситуация. Но да ладно. Так. Здесь тогда просто изменяем задачу. На правозащитника. Вот. Так же в Англии, Испании, во Франции. Пусть мне ищут этого игрока. Ну а мы переходим к последней игре в сегодняшнем выпуске. А может быть вообще в последней игре на этом турнире. Месси против Манчестера Юнайтеда. Месси против Крещану Рунальду. Вот. Ну ух. Какой у меня состав шикарный. Уставшие все игроки. Вот. Но. Но-но-но. Придется играть так. Замены никто не отменял. Я вот не знаю. Может быть центрального защитника какого-нибудь возьмем. Вместо того же Драксера он очень устал. Вот. Кого? Аким Пембе возьмем. Вот так вот. Вот на всякий случай просто. Все. ПСЖ против Манчестера Юнайтеда. Поехали. Итак. Снова этот наш нелюбимый стадион. Здесь мы и проигрывали Сан-Паулу. Хотя по ходу матч все-таки смогли и в концовке выиграть. Но и проиграли Манчестер Сити. Не знаю. Надо сейчас как-то более-менее аккуратно отыграть. Все-таки это полуфинал. Это матч уже на вылет. Первое место в группе мы заняли. Но будем стараться. Выйти хотя бы в финал этого турнира. Когда они еще в мадридском реале выступали. Гринвуд с мячом. И вы посмотрите просто что на легенде они вытворяют. Как будто я против киберспортсмена какого-то играю. Сложность какая-то я не знаю. Нереальная. Раньше мне было комфортно играть на легенде. Там не знаю. Фифе 20. Почему в 21-й Фифе и в 22-й вот такие вот трудные действительно боты. А для Гринвуда вообще это еще и первый матч на турнире. Его ни разу не выпустили. Решили против нас. И он за 16-м минут забил первый гол свой в турнире. Бруно. Бруно Фернандо Шивор Рамос. Ну уже просто не держит. Вы посмотрите. Все. Я выношу такой вердикт. Напишите в комментариях стоит или не стоит нам менять сложность на мировой класс. Давайте поменяем действительно. Понимаю что это уже последний матч в сегодняшнем выпуске. Но во втором выпуске поиграем на мировом классе. Потому что на легенде это просто нереально. Они какие-то дрэкбэки еще вот мутят. И Бруно еще забивает первый мяч за 4 матча. Эдинсон Кавани кстати встречается сегодня против своей бывшей команды. Я не знаю он на поле там будет или нет. А вот и гол от Крещану Роналду. Кто бы сомневался что этот парень сегодня не забьет. И это разгромный матч для Манчестера. Разгромное поражение для нас. 3-0. Проигрываем в полуфинале Манчестеру Юнайтеду. Так что напишите в комментариях нужно ли нам менять сложность. Потому что на легендарном это ну как вы видите очень трудновато для нас вышло. Ну и будет кстати дерби Манчестеров в финале. Ну вот как-то так. Самое разгромное наше пока что поражение. Было сколько там 3-1 мы проиграли Манчестер Сити. Вот 3-0 проиграли Манчестеру Юнайтеду. Призовый фонд нам добавили 4 миллиона 200. Жаль что у нас не получилось выйти в финал. Ну хотя бы мы смогли дойти до стадии полуфинала. Вышли из группы с первого места. Это уже мне кажется неплохо. Так и у нас тренировка. Матч будет против Лиля. 31 июля. Давайте посмотрим. Дальше там недели отдыха. Поэтому буду первым составом естественно играть в матче за суперкубок. Против Лиля. Так ну и вот сюда вот на скамеечку. Вместо Перейры наверное я добавлю Стерлинга. А то хотел кого-то выпустить в полуфинале. Но выпустил только Ким Пембе вместо Рамоса. Так тренировка. Так нет оставить прежних. Так у меня же это первый состав или второй? Нет это второй мой состав. Мне надо первый. Секундочку. Хотя почему здесь же первый горит все. Так давайте первый пусть тренируется. Это вроде как второй состав. Как поменять игроков? Да вот. Странно. Это же вообще не игроки из первого состава. Я не знаю как поменять теперь игроков. Но это не игроки же основного состава. Тут вон Паредос которого вообще мы в аренду пытаемся выставить. Что сейчас произошло я не понимаю. Странно что не могу вообще ничего сделать. Сменить игроков. И. А вот старт. То есть это да. Окей. Продолжить тренировку с выбранными игроками. Далее. Так что ли надо было? Все равно здесь второй состав я не понимаю. Ладно пусть они потренируются. Второй пусть состав. Может первый у меня просто устал. Все на А здесь выполнено. Поэтому просто уже рассчитываем. Пусть как-нибудь. Я не знаю там. Может перезайти и зайти. Если сейчас не изменится. Нашел всех кого смог в Испании. Это по правому защитнику. Ну давайте. Никого то есть. Понятно. Я вас понял. Я вас услышал. Так. Ну вот сейчас смотрим. Первый состав. Да. Нажимаем на тренировку. Это не те ребята. Хотя Рамос здесь. Бернат. Мендеш. Я не знаю. Откуда эти парни вообще здесь появились. Ну вот Виналду. Так. Давайте мы вот эту вот только тренировку переделаем. Вот. А остальные рассчитаем. Потому что только ее мы здесь на А не выполнили. Так. Замечательно. Выполнили мы это задание на А. Правда со второй попытки у меня вообще получилось. Но главное что перевыполнили. Все. Остальные задания значит мы рассчитываем. Так же мне сейчас интересно. Какой номер у Рахима Стерлинга. Потому что у нас еще даже не дебютировал. Вот. Ну интересно какой. Ему дали 13. Но мне кажется это какой-то ну вот не футбольный номер. Ну. Посмотрим. Что тут есть вообще по номерам. Девятый у Икарди. Может я не знаю. Все равно тут каких-то и таких номеров то нет. Давайте 17 может дадим. Фланговый игрок как бы вот. Поэтому все. Стерлинг у нас будет под 17 номером. У Дагбы мы забрали. Поэтому вот как-то так. Так. Очередная тренировка. Что там первый состав. Да. Вот теперь первый. Ну и получается. Вот это только играть. Если я сейчас нажму играть только это же. Да. Из-за пределов. Или все. Сейчас опять всю тренировку. Нет. Так что вот эту вот тренировочку мы сейчас и проведем. Супер. Это задание мы перевыполнили. Причем даже с первой попытки. Все. Значит вот эти вот два оставшихся просто рассчитываем. Так. У нас там очередная тренировка. Что у нас по трансерам? Опа. Нашли. Супер. Ну. Ну-ну-ну-ну-ну. Мне кажется все и так понятно кого мы будем приобретать. Даже узнавать не будем. Пока что трента добавим в список. Копим на трента Александра Арнольда. Так. Очередная тренировка. Тренировка. Ох. А вот здесь мне кажется нам надо ну в принципе все нам переделывать. Так. Ну что же. Даже вот хуже сделали в ситуации в обороне. Пытаясь сделать лучше. Но. Как-то так. Так. Нам пишут неудача в регионе Франции по поводу правого защитника. Давайте вообще теперь уберем. В принципе чтобы у нас скауты сейчас не работали. Не искали правого защитника. А сделаем вот как. Хоть у нас и стоит низкий там вопрос по молодежи. Вот. Я бы все равно бы попытался найти защитника правого. Вот. За 9 месяцев. Вот. С уклоном в защиту. Вдруг кого-нибудь перспективного да найдем. Так. У нас очередная тренировка. Да. Первым составом все так же. Здесь мы вообще ничего не выполнили из двух первых. Ну и последнюю надо будет перепройти. Так. Ну вот перевыполнил сбор трофеев. Получше. На А. На максимум. Но остальные вот не получилось к сожалению. Так. А нам приходит аренда. Кстати смотрите. По Дине и Бимбе. Джуниор его зовут. В Лестер-Сити. Прямо на один сезон. Ну давайте начнем переговоры. Там надо по зарплате договориться. Процентное соотношение. Поэтому надо поразговаривать еще. Так. Ну на один год. Да. Мы согласны. Хотят 40 на 60. Нет. Давайте 60 на 40. И все. Они согласны. Вообще замечательно. Так что Дина и Бимбе переходят в Лестер-Сити. Но еще не факт, что переходят. Вот. Ну. Близки к этому. Так. У нас очередная тренировка. Здесь все замечательно. Мы здесь все на А и выполнили. Так что супер. Так. А Фадигу. Так. А Фадигу. Что у нас здесь по Фадиге? А мы его выставляли. Да. Я так понимаю. Да. На трансфер скорее всего. Так. Ну он и стоит. С этих игроков я не пытаюсь что-то навариться. Просто мне их продать. Чтобы они не были у меня в команде. Поэтому Фадига за миллион четыреста переходит в Вольфсбург. Кажется как-то так. Так. Очередная тренировка. Получается последнюю только и сыграем. Так. Ну что же. Выполнили мы это задание на С. Вот. Но остальные мы рассчитываем. Все-таки выполнили мы их на А. Так. Очередная тренировка. Перед уже матчем. Так. Ну а здесь выполняем. Так. Перевыполнили мы это задание на А. Но остальные рассчитываем. Так. Фадига продан. За миллион четыреста он перешел в Вольфсбург. Нам только миллион сто добавили. Кюрзова в аренду. Но с правом выкупа хотят в Барселону. Давайте начнем переговоры. Может получится договориться, что мы просто на один сезон без выкупа. Сейчас посмотрим. Так. Предложить аренду без права выкупа. Согласны? Да. Они договорились. Все. И на один сезон сразу. Супер. Так. Хотят сорок на шестьдесят. Нет. Давайте шестьдесят на сорок попробуем. Они хотят пятьдесят на пятьдесят. Давайте попробуем пятьдесят пять на сорок пять. Да. Все. Кюрзова. Если согласится, то может перейти в Барселону на один сезон. Мне кажется, вообще супер. Так. И, кстати, Дагба. 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 Его хотят взять в аренду. Но он у нас единственный сейчас правозащитник. У нас денег нету. Поэтому мы отклоняем. А я его вообще выставлял или нет? Вроде нет. В принципе, у меня Дагбы здесь нету. А его хотели взять в Ливерпуль в аренду. Но, к сожалению, нет. Хуниор Дина Эбимбе сдан в аренду в Лестер на один сезон. Так что пожелаем ему удачи. Керрор хочет сыграть в следующем матче. Давайте, скажем, я подумаю. Так. Давайте посетим пресс-конференцию. Все-таки первая для нас. Так. Стерлинг перешел с клуба Манн-Сити. И теперь у вас есть настоящий суперзвезда. Он сыграет свой первый матч за клуб против клуба Лиль. На климатизацию нужно время. Потому что, ну, в старте он точно не выйдет. Иногда новичку требуется время, чтобы освоиться в команде. Но мы надеемся, что Стерлинг сделает это быстро. Он в старте у нас не выйдет. Но может быть с замены. Чего вы ждете от матча против клуба Лиль в рамках Суперкубок Франции? Это финал. А значит, обе команды будут играть на максимуме своих возможностей. Мы готовы на все ради победы. Ваша команда хорошо провела предсезонную подготовку. На основании этого можно делать какие-то выводы о том, как для вас сложится первый матч сезона. Ну, в смысле, хорошо. Две победы, два поражения. Будем играть как обычно. Будем играть как обычно. Мы не планируем отходить от своего стиля. Спасибо. На этом вопросы подошли к концу. Ну и все и замечательно. Поэтому как-то так, что у нас по трансферам. Главная сделка это Стерлинг. Перешел за 155 миллионов из Мансити в ПСЖ. Лаутару за 114 миллионов 100 тысяч перешел из Интера в Ливерпуль. И Минди за 76 миллионов 100 тысяч перешел из Реала в Челси. Поэтому, ну, как-то так. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жиданок Сеч. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok